И всем привет! С вами Росиксон и в этом видео я расскажу о фьючерсной торговле на криптовалютной бирже Gate.io. И кстати, если вы еще не зарегистрированы на бирже, то вы сможете зарегистрироваться по ссылке в описании и получить вечную торговую скидку на комиссии. Итак, что же такое фьючерсы? Фьючерсы это более сложный вид торговли, который очень рискованный, гораздо более рискованный, чем спотовая торговля. Поэтому если вы новичок, советую вам сначала разобраться в спотовой торговле. И если вы уже перейдете к фьючерсной торговле, то использовать только малые суммы, скажем так, чтобы посмотреть, попробовать, узнать вообще как это все происходит. Ну то есть менее 20 долларов, как я считаю, новичкам. И довольно, скажем так, на длительном промежутке времени протестировать. Давайте представим спотовый рынок. У нас есть 100 долларов. Мы верим в то, что биткоин вырастет. Покупаем биткоин на 100 долларов, он растет на 1%. Мы заработали 1 доллар. А представим, что если бы у нас была уверенность, что биткоин пойдет вверх. И тогда мы бы хотели купить не на 100 долларов, а на 200. Но у нас-то всего 100 долларов. И тогда мы можем перейти на фьючерсную торговлю на береже Кейтайо. Перевести в изолированную торговлю 100 долларов с плечом 2 и лонг. И при этом у нас бы, когда выросла на 1%, у нас прибыль была бы 2%. То есть 2 доллара. Но также у этого есть минусы. Мы увеличили прибыль возможную, но также мы и увеличиваем возможные убытки. Допустим, если биткоин упадет на 50%, то есть у нас так было бы, если просто на споте, то минус 50%. А так как у нас второе плечо, то минус 50% умножается на 2, а минус 100% это ликвидация. И кстати, я сейчас делаю довольно много упрощений. Я в целом где-то могу быть неправ, но я в общем рассказываю по-простому, чтобы вам было понятно. Также на фьючерсах на береже Кейтайо много разных криптовалют. И вы по-разному можете торговать, использовать фьючерсы как вы хотите. Допустим, торговать просто битком. Или вот простой способ. Подписаться на твиттер и следить за новостями. Анализировать новости. И как только вы увидели новость, например, в проект инвестирует какая-то фонд, какая-то компания. И получается из-за этого, это хорошая новость, проект будет расти. И вы сможете быстро войти в лонг. И допустим, да, там будет всего 1-2% роста от такой новости. Но вы используете плечо 10, например, и у вас прибыль 20%. Но что-то я много говорю о прибыли. У новичков скорее на фьючерсах чаще убытки. И вот почему. Потому что они плохо анализируют. Вообще не понимают, чего они хотят получить от сделки. И всегда нужно ставить стопы, как я считаю. Допустим, выйти из сделки, если убыток составит 15%. Но как ставить стопы, об этом я думаю расскажу в следующем видео. А сейчас пока просто скажу, что они есть. Если вы действительно будете торговать, то стопы вам нужны. Пока что скажу в общем. Представьте, криптовалютный рынок, он очень волатильный. Если сам биткоин по 5% в день ходит. А альткоины бывают и по 50%. Тот же доджкоин. То фьючерсы это гораздо опаснее. Гораздо рискованнее. Но и прибыль тут гораздо выше. Но прибыль абсолютно соотносится с возможным убытком. Также скоро на Бирже Гейтайо будет турнир. Всех приглашаю. Подписывайтесь на мой Телеграм канал. Там я вообще говорю о всех темках, в которых участвую. Ну практически. Там и скажу о турнире на Бирже Гейтайо. Я там буду делать свою команду. Думаю, в прошлый раз 21 место заняли по миру. В этот раз попытаюсь занять место покруче. И вы сможете получаться и тоже что-нибудь выиграть. Ну фьючерсы. Что мы поняли из этого видео. Супер опасные. Да. Заработать можно больше. Ну и потерять можно. В столько же раз больше. В столько и заработать. Очень много всяких разных способов. Заработка на фьючерсах. Очень много всяких тонкостей. О которых я расскажу в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Удачи и будьте аккуратны.